Смотрите, вот какая интересная штука получается. Вроде бы как Иран отказался России поставлять ракеты, да? Ну вот вроде бы как, да, потому что эта информация такая очень отекометаемая. Вот, это в дипломатических кругах говорят. А в Средиземном море уже есть сменец США, да? Вот, и ядерная подводка, очень такая серьезная история. И, как бы, вот тревоги есть, да, в Украине обстреливают области, которые близко находятся к горячим точкам, фронту, да? Но так вот каких-то ракетных каких-то историй, слава богу, не наблюдается. Может быть, как-то США наконец-то поставила на место товарища Путина? Ну, я считаю... Нет, я считаю, это, безусловно, не совпадение. Если вы обратили внимание, он абсолютно заткнулся на тему ядерного оружия. И этот фитилек резко притушили, да? То есть, Польша не коптит. И думаю, что это связано и с размещением американских солдат в Румынии, и в Польше, и там с флотом, и с подрывом северного потока. Я думаю, что все это являются звеньями одной цепи. И там, что будет дальше? То есть сейчас, ну, американцы, в общем, на мой взгляд, абсолютно правильно делают, потому что они сочетают не только кнут, но и пряник. И, соответственно, как мы знаем, они попросили Украину говорить о том, что Украина готова вести переговоры. Это то, что, собственно, там как воздух нужно Путину. И понятно, что он проигрывает, а значит, ему надо говорить, ребята-ребята, остановитесь, остановитесь, давайте будем договариваться. Но Украина, мне кажется, занимает правильную позицию о том, что, да, переговоры, безусловно, любая война заканчивается переговорами, но только, пожалуйста, сначала вывод войск с наших территорий, потом будем договариваться. Вот, я думаю, что те пункты, которые касаются, там, параметров постановления страны, это как раз переговорный процесс, да, там, конкретные механизмы и так далее. Но вывод войск – это вопрос безусловный, да, и тут, соответственно, там других мнений быть не может. Ну, соответственно, вот, я думаю, что американцы будут на этой позиции стоять и настаивать о том, чтобы окно это было открыто, но если Путин захочет туда зайти, я не вижу никаких возможностей. для него согласиться на вывод войск, но, тем не менее, теоретически такая возможность сохраняется. Теоретически сохраняется, но ведь он может на кого-то, да, сделать кого-то козлом отпущения, или его могут сделать козлом отпущения? Вот только его, вот только его. То есть, кого он может сделать козлом отпущения? Сейчас уже, как мы понимаем, они же, там, типа формально аннексировали, там, и Донецкую, и Луганскую области, да, Запорожскую, Херсонскую, да, как они могут сделать шаг назад? Они же не могут отозвать это признание. Путин сам себя загоняет в угол, я думаю, что делал это абсолютно осознанно, да, для того, чтобы сузить поляну для маневра, но теперь это его какая-то тактическая бравада превращается в большую стратегическую проблему, потому что он, у него нет, он сам себе связал руки.